здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на нашем открытом занятии по ботаническому мехенди пожалуйста подключайтесь и напишите в чате если звук хороший видимость хорошая что все хорошо поставьте пожалуйста плюсики так один момент вот в том числе и ботаника конечно вот так же почему ботанической мехенди да у нас сейчас в ближайшее время стартует очень интересный курс это курс продолжения для тех кто уже прошел базу ну либо есть какая-то уже основа рисования конусом то есть для тех кто может но как бы то есть у кого есть уже какая-то вот такая фундамент вот и в там в этом курсе мы с вами тоже будем проходить ботанику будем углубляться в элементы и то есть мы показать немножко еще одну сторону как бы вот этого мехенди вот поэтому давайте уже начнем рисовать работа у нас сегодня небольшая но очень интересная я думаю что мы буквально 15-20 минут она у нас займет вот подготовьте конусы а я тем временем переключаю камеру итак камера переключилась ирина звук погромче уж очень тихо у меня такой таков такая камера вот поэтому пожалуйста подготовьте наушники с ними будет намного легче и вот сейчас я буду как раз говорить микрофон поэтому звук будет громче вот как видно пожалуйста поставьте десяточки если видно хорошо с этой камеры его если все переключилось все нормально жду ваши десяточки а пока расскажу про краску который я сегодня буду рисовать я буду использовать два цвета краска будет фирмы кампус и краска фирмы абстракт такая перламутровая для ботаники я рекомендую использовать прямо два оттенка то есть золото и какой-то но светлый белый перламутровый да может быть не слишком белый не белило титановые но что-то такое высветляющее потому что все таки но ботаника она такая сама по себе объемная да это живая роспись живые цветы грубо говоря и очень сложно их изобразить одним одним цветом поэтому если допустим в какой-то обычной росписи мехенди вы можете легко использовать один цвет рекомендательного характера я говорю о том что лучше использовать тоже 2 до вот но здесь прям вот не рекомендательный а прямо на такой как-то сказать короче настаивающий рекомендательный вот и так что мы сегодня рисуем мы сегодня нарисуем два небольших цветочка да у нас будет 2 веточки веточка с цветами и веточка такого небольшого папоротника рисунок будет несложный вы можете его изобразить сначала к примеру при помощи линера или простого карандаша куда-то зафиксировать да а потом уже нарисовать краской или обводить его краской я уже буду работать сразу же потому что я его уже рисовала как эскиз вот и он у меня уже такой как бы наработанный поэтому я буду приступать сразу же к краске первые линии мы рисуем прямо тонкие-тонкие то есть у нас идет первая наша ось первая наша веточка и ботанику я в основном рисую прямо конус введя по бумаге потому что нам здесь объем будет нужен чуть позже да сначала нам нужно нарисовать какие-то основные линии да и уже придать работе форму вот линия у нас будет немножко я ее прямо специально чуть-чуть делаю немножко неровной потому что ботаника она все-таки более живая и каких-то вот таких супер ровных моментов быть не может да особенно то есть но здесь я рисую бутоны чуть позже они проявятся вот и уже будет более очевидно поэтому линия немножко такая трясущийся вот можете расслабиться и на здоровье отпустить чтобы рука ваша тряслась вот это второй у нас будут несколько бутонов и несколько уже распустившийся цветов легким движением руки прямо тонкой линии мы все это дело наносим не нужно сейчас сразу же делать какие-то очень-очень жирные линии потому что у нас еще на повестке дня штриховка и нам нужно придать еще небольшого объема поэтому работа у нас будет в несколько несколько этапов напишите пожалуйста кто кстати десяточки ваши вижу да спасибо спасибо большое напишите пожалуйста кто уже проходил у нас базу и кто еще не был на продолжение или может быть кто-то уже был на продолжение кто-нибудь сталкивался с ботаникой вот кто-то кто здесь у нас сегодня из мастериц база база есть здесь ответь кто проходил базу в принципе ботаника она не столь сложная как может показаться на первый взгляд единственное правило это здесь немножко по-другому мы используем наш конус то есть если в мехенди но как бы обычным да мы используем такую более объемную роспись да то есть сразу же мы отрываем носик от поверхности и у нас сразу ну как бы сразу наша роспись становится объемный вот то здесь мы сначала ведем аккуратные тоненькие линии мы ведем рисунок касаясь работу касаясь господи поверхности конусом и поэтому линия получается очень очень тонко а затем мы уже добавляем какого-то объема если это необходимо вот поэтому в принципе здесь нет особой разницы от рисования той же ручкой да в принципе здесь все то же самое и если вы можете ручками рисовать нечто подобное да то конусом тоже вам не составит большого труда все это дело повторить сейчас я рисую веточку папоротника и я рисую и следующим образом верхнюю линию я провожу ровную да то есть она у нас идет в разные стороны а нижнюю я немножко точно также прерываю и от этого наши листья они становятся более более живые еще главное правило ботаники и вообще каких-то натуральных рисунков это чтобы не было повторяющихся линий до чтобы не было ощущение того что какие-то места они прямо скопированы вставлены да вот поэтому старайтесь чтобы все элементы они были прям но как-то отличались друг от друга так база база я прошла курс за проходила моей копилочки два марафона тоже очень хорошо галина база продолжение марафоны очень хорошо вот если база это такой курс чтобы почувствовать до эту роспись конусом чтобы прочувствовать конус что это такое и проработать все элементы такого стандартного мехенди да то продолжение это уже такой курс более углубленные мы там изучаем на арабику арабику арабская мехенди я имела виду это изучаем арабеску арабеска тоже очень интересно очень необычное такое явление которое тоже можно легко вытворять при помощи конуса вот поэтому в этом курсе мы тоже это будем делать ну и конечно же ботаника и там еще несколько несколько тем интересных вот поэтому всем кто хочет углубить свои знания да всем кто хочет узнать что новое я приглашаю это будет интересно курс почти два месяца но он очень наполненный очень насыщенный и в общем я вас там жду и ботанику мы тоже там с вами пройдем так ее по косточкам и разберем вот так что я сейчас делаю я нанесла вот этот вот контур до работа рисунка вот уже нанесен сейчас нужно придать небольшого объема сделать штриховку штриховку я буду делать тем же самым цветом я буду делать ее прям тоненько невесомо чтобы она вот просто было какими-то небольшими такими нитями и будем создавать таким образом больший объем в работе главное чтобы ваша штриховка не была такая тоже тяжелая 2 то есть это должны быть правда такие еле весомые тонкие-тонкие нити все Я раскрашиваю листочки, они будут такими тоже линиями, практически той же самой штриховкой, только от начала и до конца. Теперь я добавлю немножко объема, я это буду делать не по всему рисунку, то есть я буду добавлять снизу и особенно выделять вот этот первый лепесток, он будет как бы самый такой, ну ближе всех располагаться, поэтому для него нужен такой самый большой объем, самый большой слой краски. То же самое вот в этом бутончике, то есть тут уже можно наложить эту красочку чуть потолще, может быть даже не весь, да, я бы не дохожу до конца, больше краски у меня идет в самом начале. Можно немножко добавить краски к стебелькам вот к этому месту, да, то есть чтобы не выглядело, что, знаете, как в мультике было такие большие щеки, да, на таком тоненьком стебельке, вот чтобы этого не было, хорошо добавить тоже краски, может быть не по всей длине, чтобы не слишком утяжелить сам стебель, да, то есть вот как-то в самом начале. Можно медленно так, не медленно, в смысле равномерно распределить по всей работе вот это как бы создание объема по всем элементам, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, если элементы маленькие соответственно не так много, элементы побольше, можно сделать побольше этого утолщения. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Здесь как раз можно немножко расслабиться и дать своей руке, естественно, себя вести немножко, может быть, какую-то придавать динамику, да, то есть не самые ровные лепестки создавать, это тоже все будет очень-очень хорошо. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Веточку папоротника я также утолщу, утолщение сделаю сверху, может быть, чуть-чуть снизу тоже пройдусь. Добавил субтитры сделал DimaTorzok И хочется мне еще утолщить все-таки стебелек, поэтому я сверху накладываю на него уже такую полноценную линию краски. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Один момент, сейчас всех тут заблокирую. Елена, камера фокус теряет? Сейчас буду следить за фокусом. Буду его ловить. Вот такая получилась у нас пока картинка. Остается добавить немножко белого цвета. Сейчас нужно будет делать его аккуратно. Вообще я делаю это, когда уже краска первый слой подсохнет и уже сверху на такую более высохшую краску можно все это дело высветлять. Краску, в принципе, я кладу на те же самые места, которые у нас уже были выделены. И равномерно распределяю его также по всей картине, чтобы этот беленький цвет везде как-то фигурировал. Чтобы он был не какими-то отрывистыми линиями, а чтобы он аккуратненько, тоненько вписывался везде и плавные были переходы. Это тоже очень важно. Здравствуйте! Вы видите, разница отчаток, тоненько вantes, курющие, Fifty, Нарский, Ти of Ти Я mujeres дожд comemos ещеhora как-то для тройки. Чуть-чуть добавить тоже ко всем листьям. И перейти к нашему папоротнику. Я буду добавлять немножко белого по нижнему краю, а здесь чуть в серединке, по нижнему краю и внутри. Таким образом. Также тут хочется сделать тычиночки. Я не знаю, что это получились какие-то колокольчики или лилии, но тычиночки сделать хочется. Немножко беленького сюда. И еще небольшую пыльцу. Да, то есть придать еще какой-то волшебности работе, чуть-чуть добавить точек. Таким образом. Таким образом. И можно еще добавить немножко точечек вот здесь к нашим бутонам, к нашим лепесткам. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Вот такая работа у нас получилась, буквально 10-15 минут. Вот такая интересная композиция. Ее можно использовать как для открытки, также можно сделать какую-нибудь картину, панно, либо же добавить просто какие-то ботанические элементы в вашу уже излюбленную роспись. Может быть, в самом мехенде обычный акрил. Еще раз хочу вас пригласить, позвать на курс продолжения. Там мы уже углубимся и будем более глубоко изучать ботанику и другие стили. Старт курса 23 сентября. Я только что опубликовала, буквально несколько минут назад до нашей трансляции, статью об этом. То есть там примеры работы, какие-то отзывы, что там будет. И, в общем, вы можете посмотреть, ознакомиться и принять участие, научиться новой интересной росписи и стилем. Спасибо вам большое. Напишите, пожалуйста, комментарий. Интересно было, полезно. Как вам такой стиль? Насколько практично? Будете ли вы его использовать? Дайте, пожалуйста, какую-то обратную связь. Мне очень-очень интересно. Очень красиво и просто. Да, на самом деле, очень просто. Очень просто. Татьяна, сказочно. Может быть, с первого раза, может быть, так просто не покажется. Но второй, третий, я уверена, что никаких сложностей не возникнет. И ботанических элементов очень много везде. Вы можете их видеть в своей повседневной жизни. Где-то на каких-то привычных местах. На обоях, на каких-то, я не знаю, тюлях, шторах. В общем, везде эти принты есть. Есть эти узоры, где можно их набрать и порисовать, поэкспериментировать. Очень интересно. Спасибо вам большое за обратную связь. В общем, рада была с вами потворить вместе. Оставляйте свои работы внизу под этим видео. Я буду очень рада посмотреть, прокомментировать. Вот. И до новых встреч. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok